В Таиланде много островов. Порой кажется, что слишком много. И если большинство крупных островов уже давно превратились в туристические деревни, маленькие острова все еще сохраняют свою уникальность. Сегодня мы отправляемся в фантастическое место, на райский остров Нангьюань. Нангьюань это единственное место на земле, где три острова соединены между собой двумя песчаными косами. Суперское зрелище. Нангьюань принадлежит частной управляющей компании, которая владеет отелем на этом острове. Для постояльцев отеля условия пребывания на острове в пять раз комфортнее, чем для остальной туристической массы. Как бы вам не рекламировали однодневные экскурсии на Нангьюань, не соглашайтесь. Туристов заводят сюда стадами всего на три часа. Они одновременно наполняют пляж, забивают бары, создают ощущение суматохи, а не отдыха. Все хотят большего, но это большее доступно только тем, кто остается на острове на ночь. В пять вечера с острова выгоняют всех, кто не является постояльцем отеля. Нангьюань остается во власти небольшого числа людей, которые могут насладиться красотой этого места не спеша, без гонки, без шума. На острове есть обзорная точка, с которой открывается фантастический вид. Здесь можно посидеть со своей второй половинкой и просто проникнуться моментом. Начать ценить настоящее, забыть о прошлом, не думать о будущем. Есть только здесь и сейчас волшебное состояние духа. После того, как стада туристов уматывают отсюда, остров погружается в спокойствие. Вы можете купаться в теплой воде или просто прогуливаться по острову. Здесь очень красивые закаты. Пожалуй, одни из лучших в Таиланде. Не торопитесь никуда. Вечером вы можете отобедать в ресторане. Рекомендуем попробовать местных креветок в кляре и арбузный фреш. А на утро, проснувшись и выйдя на веранду, вас не будет выкидать чувство того, что вы самый счастливый человек на планете. Да, именно вы, а не кто-то еще. Когда пойдете на завтрак, вполне вероятно, что придется идти по воде, так как утром из-за прилива обе песчаных косы погружаются под воду. Очень занимательное зрелище. Не забывайте, что путешествие это самый эффективный способ услышать себя, а не шум вокруг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова